На сегодняшний день отсутствуют права на земельный участок. И по предыдущим основаниям им было отказано, и они вновь обратились в суд с обжалованием нашего отказа в выдаче разрешения на строительство. В принципе, они вправе обжаловались. В праве, в воле судебно. Последнее судебное заседание у нас состоялось 23 января. И на этом судебном заседании, учитывая предыдущее, поскольку судья задала вопрос о необходимости предоставления материала дела, документов, которые бы либо однозначно опровергали отсутствие на земельном участке объекта незавершенного строительства, либо однозначно доказывали наличие такого объекта, нами было заявлено ходатайство о проведении судебной экспертизы. Данное ходатайство судом было удовлетворено. Установлен срок до 31 марта 2017 года. Проведение судебной экспертизы поручено специалистам УТИ. На сегодняшний день получается, что это дело приостановлено и, соответственно, рассмотрение нашего иска об освобождении земельного участка, о котором мы тогда также говорили, также судом вновь приостановлено до разрешения дома. Пока не будет разрешен от этого было, да? Да. Так, ну, гипотетически, если суд признает, что это объект незавершенного строительства, дальше ваша позиция? Вы сейчас прогнозируете? Да, но мы считаем, что этот объект на сегодняшний день имеет статус самовольно, соответственно, мы будем настаивать на удовлетворении нашего иска в сносе самовольного строения и освобождении земельного участка. Понятно. Ну, ты из 1 марта сейчас, да? Да. Ну, это ближайшая, так скажем, дата. Это еще будет не окончательно. Потому что, когда придет экспертиза, суд возобновит рассмотрение дела и дальше пойдет разбирательство по существу. Поэтому каких-то суд... Понятно. Как вам сказать?